Вести, Украина, стоп-кран Чем обернется разрыв ЖД сообщения с РФ Тарас Казуб, Олег Ткачук Вести.УА, Украина 20 августа 2018 года Министр инфраструктуры Украины Владимир Амелиан 17 августа Причем, буквально, случайно, написал в комментарии на Фейсбуке Подписал исторический документ В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена Позже добавил Инициатива принадлежит не только мини-инфраструктуре, но и другим ведомствам И ее обсуждали уже не раз в рабочих группах Ситуация сравнима с отменой авиасообщения в 2015 Только вместо Белоруссии, резко нарастившей доходы обновившей авиапарк благодаря транзитным украинским пассажирам На нынешнем запрете заработает Молдавия, запустив новые поезда, а также маршруточники Украинцы хотят ездить в РФ Пассажирские перевозки между Украиной и РФ сегодня обеспечивают 13 пар поездов 8 из Украины, 3 – Молдавской железной дороги по одной, РЖД и Азербайджанской ЖД В 2016-м Украинской железной сочеталось 1,36 миллиона перевезенных пассажиров В 2017-е на лет целых 9 десятых миллиона, а за 7 месяцев нынешнего года 454,1 тысячи Парадокс, но снижение, показываемый УС, не подтверждает ГАСТАТ В 2016-му году, по его данным, РФ посетили 3,8 миллиона украинцев В 2017-му году – 4,3 миллиона Вероятно, причина в том, что в статистику попадают и пассажиры самолетов, и автобусов Но оценить их объем сложно из-за большой доли теневых перевозок Одно дело, если бы власть объявила военное положение, перекрыла границы, отозвала из РФ наших дипломатов, то есть назвала войну войной Тогда все было бы логично Но совершенно другое, когда хотят убрать поезда, утверждая, что печется о гражданах Это абсурд, ведь украинцы хотят ездить в РФ, сказал вестям и экс-министр транспорта Иосиф Винский Пострадают грузоперевозки и смежные отрасли, например, порты Вот что случается, когда политика вмешивается в экономику, грузопоток, и без того мелкий, теперь будет вовсе обнулен, а мы на нем зарабатывали Поскольку тарифы на транзитные перевозки были выше, чем на внутренних направлениях, у нас они одни из самых низких в Европе Пояснил экс-замглава имени инфраструктуры Владимир Шульмейстер На пассажирском же направлении убытки составит, по прогнозу, около 10 миллионов гривен В 2015 году, 5-6 миллионов гривен И цифры драматичны Экс-начальник юго-западной железной дороги Алексей Кривопишин пояснил вестям 4 состава, формируемые его бывшими починенными, 2 Одесса-Москва, а также номер 74 Львов-Москва и номер 6 Киев-Москва, в общей сложности составляют 40 вагонов Они ходят в РФ каждый день и зарабатывают ежедневно 5 миллионов гривен, или 1,6 миллиарда гривен в год Совокупный доход от остальных 2,5 тысячи вагонов, 4 миллиарда гривен То есть всего 40 вагонов зарабатывают треть всего дохода УС от пассажирских перевозок, сказал Кривопишин Приведя в пример тарифы на перевозки Киев-Ужгород, 570 гривен вкупе за 837 километров против 3600 гривен вкупе за 857 километров до Москвы Мы не случайно старались, чтоб наши вагоны ходили на международных направлениях Там специфический алгоритм распределения доходности каждого пассажира километра Та же цена на билет привязывается к курсу швейцарского франка То есть уже в понедельник билет до Москвы может стоить 4000 гривен А сегодня УС отказалась от ряда направлений Например, поезд Киев-Берлин перехватили россияне, забрав нашу квоту Подарим Молдаве 1,6 миллиарда Вагоны, которые освободятся после закрытия российского направления, не могут быть перенаправлены на другие международные маршруты ЕС требует, чтобы вагоны соответствовали стандартам РИЦ, а Украины таковых немного Ситуация аналогична той, что сложилась после прекращения прямого авиа и сообщения между Украиной и РФ Запрет вступил в силу 25 октября 2015 года Поток приняла на себя Белоруссия, и ее государственная авиакомпания Белавиа получила несколько новых самолетов марки Эмбрайер Еще 11 бортов заказано Транзитных Почти половина от всех пассажиров на регулярных рейсах Основный транзитный поток между Украиной и Россией Думаю, около половины от всего транзита Поэтому мы стали больше летать в украинские аэропорты Одесса, Харьков, Львов Говорил в интервью белорусским журналистом гендиректора Белавиа Анатолий Гусаров Фактически, Молдавия может повторить успех Белоруссии Перехватив украинских транзитных пассажиров К поездам можно прицепить дополнительные вагоны Плюс, увеличить количество составов А у Южного вокзала в Киеве уже сегодня стоят маршрутные автобусы Готовые везти пассажиров на Москву, Брянск Рынок будет саморегулироваться, заполняясь такими перевозчиками Убежден кривопишен При этом отдельный вопрос Безопасность таких перевозок Сегодня люди ездят на поездах без эксцессов А если будут подъезжать к границе с РФ на одних маршрутках Переходить ее и садиться в другие автобусы Количество проблем с безопасностью увеличится в разы Прогнозирует Иосиф Винский Политический аспект когда именно Кабмин рассмотрит документ Переданный Амельянам Вопрос Есть внутренняя кухня Кабмина В которой министр Амельян не является ключевым принимателем решений Грайсман сейчас в отпуске И по возвращению его ждет сюрприз от министра Не думаю, что правительство поддержит этот проект Утверждает информированный источник вестей в Кабмине В профсоюзе железнодорожников также никак не реагирует на вероятное решение Собеседник, пожелавший остаться анонимным, сообщил вестям Что внутренняя дискуссия о том, как быть с поездными бригадами, которые снимут с маршрута, пока не началась Не подтвердил наличие каких-либо распоряжений внутри Укрзелезницы Александр Красноштон Замначальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования УЗ У нас нет пока ни единого документа об этом Но мы государственное акционерное общество И как только решение будет принято, отреагируем Сказал Красноштон вестям Ранее в статье как ездили, так и будем ездить Вести рассказали, как на Украине реагирует на идею министра Амеляна закрыть ЖД сообщение с Россией В частности, в статье подчеркивается, что среди тех, кто едет в Россию, самые обычные люди, граждане обеих стран И хотя, согласно данным Госпогранслужбы, украинцы стали реже ездить в РФ, поток пассажиров не иссякает Люди едут в гости, по делам, на работу или просто проведать родню